Телеканал КРТ представляет Благодаря Ататюрку Но при этом она сохраняет Очень консервативные идеи И в зависимости от того, кто приходит в власть Они говорят, нам нужно быть ближе к исламу А другие говорят, нам нужно быть ближе К Европейскому Союзу В конце 80-х была модная идея Быть ближе к Европейскому Союзу И об этом начали активно говорить Это ни к чему не привело Потому что европейские страны Не были заинтересованы в интеграции Турции В сам Европейский Союз И по формальным причинам Туркам всегда отказывали вступить туда И Турция просто в один прекрасный момент сказала Зачем нам надо? Будем вспоминать, кем мы были до 1920 года До фактического разделения Османской империи У них блестяще воплощается в жизни Концепция нео-османизма То есть у них нет задачи Забрать территорию Османской империи Они везде финансируют политические проекты Везде именно связаны В бывшей Османской империи В Болгарии турецкую партию продерживают В Гагаузии, в Молдове Это тюркский мир, да? Тюркский мир, да И они открыли огромное финансирование Для тюркских стран То есть прийти в Таджикистан В Узбекистан Таджикистан не совсем тюркская страна В Казахстан Там огромные фонды существуют Турецкие То есть они поддерживают турецкий мир Это такая геополитическая Геополитическая аспект Поэтому я не думаю, что Турецкий кризис является Точнее, Киберский кризис является Препятствием для вступления Турции в Европейский Союз Потому что Турция уже не ставит задачу И честно говоря, когда Кипр интегрировался Греческий Кипр интегрировался В Европейский Союз Для Турции это было не принципиально Они говорят, так пусть идут куда угодно То, что отличает ситуацию от Украины А для России принципиальным являются Вопросы будущего Украины Внешнеполитического То есть если мы говорим о Европейском Союзе Или говорим о НАТО И за этим очень внимательно в Москве следят Вот в чем вопрос Отвечая на вашу реплику По поводу конституционных изменений Которые были политически продиктованными Тут коллега прав Предыдущим режимом Причем очень пакостно По-гнилому Ради собственного политического рейтинга Надо было изменять Всю страну Всю систему политическую Рассказывать про Молу Про Виру Про Церкву Ради того, чтобы выиграть на выборах Ты проиграл И до сих пор рассказывают Вот в чем уникальность Эта ситуация в Украине Два слова В поддержку коллеги Або погоджение И с этим не может не погодиться Щодо Отбачения Росии В отношении с Украиной Росия вважает Ну своеобразный ультиматум В 2005 году Что условием принятия В Евросоюз Турции будет Признание Суверенитета Кипрской Республики Для Турции Это есть проблема Но тогда Они могут давить Совместно На Южный Кипр На Республику Кипр Чтобы она согласилась На достойное Вхождение Турецкой части В качестве Федеративного элемента После того как Не удалось Сближение Турции И Европейского Союза Турция начала Давить на Евросоюз Это очень видно Сейчас действиям России То есть как только Они получаются Изменился Они заполонили беженцами В каждой стране Есть турецкие общины Очень влиятельные Посмотрите что происходит В Германии А Россия точно так же Пытается давить На Европейский Союз Через уже экономические Причины Не военные Турция не боится Высказываться И даже применять Вооруженные силы Доган дуже конкретно Можем посмотреть Ситуацию с Сирией Ситуацию у них у себя С меньшинами И даже то Как они сбивают Российские самолеты И как сейчас На Кипре Угрожают Разработчикам Шельфа по нефти и газу Чуть что применить силу Но как легко выходят Из этой ситуации Договариваясь Находя компромиссы По самолету Временный тактический Татистический союз России И Турции Никогда не было Между ними общения Союзов За 500 лет 14 войн Антииранские были 14 войн 1700 Какой-то 28 год Временный союз Я бы не говорил Я всегда когда говорю Анализирую отношения Между Турцией и Россией Говорю не о союзе Двух стран А о союзе Двух президентов Это большая разница То есть между турками И этническими русскими Другие отношения А вот два президента Могут находить язык Но это не совсем Коалиция двух народов Я вам так смотрю А Крым Цикавая деталь Крым же завжди Вважали форпостом Туреччины Это был такой Знаете Часть тюркского мира С чем я не согласен Категорически Почему? Потому что До прихода Крымских татар Там были местные Этнические народы Караимы И существуют А потом возник тюркский мир И крымские татары Говорят на похожем языке Да По состоянию 2014 года В Крыму было Два Больше двух миллионов людей 15 процентов 16 лет Да Часть А украинцы И русские Ну этнические русские Были большей частью Поэтому Крым Он украинский Где проживает Огромная Большая часть Крымско-атарского населения У нас уже Заканчивается время Практически Поэтому Я вас попрошу Буквально По несколько секунд Руководство Турции Не может не обращать Внимания На своих И единоверцев И близких людей По крови Поэтому объективно Среди крымских татар Есть те Кто выступает За С украинских позиций А есть те Кто хотел бы Совершить Иридентистское движение И присоединиться К Турции Или стать Не знаю Просто они Не считают это Целесообразным Сейчас Но самое главное Все-таки Уровень элиты Турецкая элита Умеет мыслить Стратегически Она знает Свои исторические корни С ней работать Легко И в то же время Нужно быть самим Умным Вот украинцам Очень важно Воспитать Нормальную Административную элиту Мы много Потеряли Сейчас Время Собирать камни Есть люди В дисперсном состоянии И такие дискуссии Должны помогать Андрей Игоревич Я пару слов буквально скажу В завершении Спасибо за то Что дали возможность Сказать реплику Я скажу Что кипрскую историю Нужно изучать Для того Чтобы Что-то понимать Что-то изменять У нас Но Ситуация в Украине Она уникальна Она уникальна На постсоветском Постанстве И в европейском масштабе Потому что Есть внутри Вот этой Конфликта Две разные истории Крым и Донбасс Совершенно уникальные действия России по отношению К Украине Ну за последний период Поэтому Я все-таки Сторонник того Чтобы мы Наш опыт И Передавали И привлекали Мировую общественность К тому Чтобы мы Рассказывали О том Что у нас происходит Потому что Мне честно говоря Очень стыдно Когда приезжают Эксперты Из разных стран Из США В том числе Которые никогда Не были до этого В Украине Из Германии Из Франции И рассказывают нам Что происходит На Донбассе Я говорю Давайте я сейчас позвоню У меня телефон Людей Все города Подконтрольные Подконтрольные Донецкой области И вы позвоните Когда они не рассказывают Да нет Вы не знаете Вот это у вас происходит Я говорю слушайте Наверное я лучше знаю Хотелось бы на завершение Показать на плазму Продемонструвати Квартал привид Часи на міста Привид На Кипрі Якщо є така можливість Вароша Вароша Така має назву Це колишня 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 Хотелось бы Вароша И пешки Колишня Ожили Знову Їм дали Другий шанс І Ці конфлікти Були не тільки Заморожені Але й повністю Владнані Повністю Узгоджені Другий шанс